Канал Метр с Кепкой ТВ представляет Однажды с неба упала звезда. Ярко сверкнув, она полетела вниз и скользнула сквозь шанрах в юрту, стоящую у подножия гор. Юрта наполнилась чудесным светом и через мгновение снова погрузилась во мрак. Наступило утро. Мама открыла дверь и впустила в юрту луч утреннего света, который подкрался к Арману, так звали мальчика, спящего в юрте, и погладил его по руке. Арман хотел было повернуться на другой бок и досмотреть чудесный утренний сон, но что-то почувствовал у себя в руке, открыл глаза и посмотрел на ладонь. Это было обыкновенное семечко. Оно лежало в ладони Армана, переливаясь в утреннем свете. Интересно, как оно оказалось в моей руке, подумал Арман, поднимаясь с постели. Арман вышел из юрты и увидел маму, которая пекла душистые лепешки. «Доброе утро, мама!» крикнул Арман, подбегая к ней. «Доброе утро, сынок!» ответила мама и обняла сына. «А у меня вот что есть!» Арман разжал кулачок и показал семечко. «Если посадить его в землю, то вырастет большой и красивый подсолнук», сказала мама. Арман нашел подходящее место недалеко от юрты, вырыл яму, положил туда семечко и присыпал его землей. Вдруг со стороны долины подул холодный ветер. Арман оглянулся и заметил странных всадников, направляющихся к юрте. Вслед за всадниками по небу двигались тяжелые свинцовые тучи. Родители Армана тоже увидели необычных всадников и с тревогой наблюдали за их приближением. Уж очень зловещими казались незваные гости. Их недобрый облик венчала волчья голова, закрепленный на шесте у одного из них, возле юрты. Они осадили коней и бесцеремонно обратились к родителям Армана. «Сегодня ночью в вашу юрту упала звезда. Если вы отдадите ее нам, то мы вас не тронем», сказал главный из всадников. «Нет у нас никакой звезды. Ступайте своей дорогой», ответил отец Армана. Не понравился ответ всадникам. И тогда решили злодеи силой забрать сокровище. Не успел отец Армана опомниться, как злодейский аркан крепко стеснул его руки. Другой веревкой всадники связали маму, а потом принялись искать в юрте упавшую звезду, сокровище, из-за которого они приехали в такую даль. Долго искали сокровища разбойники. Перевернули все вверх дном, но так ничего и не нашли. И тогда решили увезти родителей Армана в рабство. И вот Арман остался совсем один. Взял он лепешку, которую испекла мама, и отправился на поиск своих родителей. Долго шел Арман, пока не оказался в большом дремучем лесу. Тропинка, что привела его в лесную чащу, становилась все уже и уже, а лес все гуще. Между тем солнце ушло за горизонт, и наступила ночь. Лес наполнился ночными шорохами и криками неведомых птиц, а в дупле сломанного дерева вдруг появились страшные глаза. Арман испугался и бросился бежать сквозь лесной бурелом, прочь от страшных глаз. Но вскоре споткнулся о корне деревьев и кубарем полетел на дно небольшого оврага. Арман больно ударился и заплакал. Вдруг в кустах и за камнями кто-то засуршал и беспокойно зафыркал. «Кто там?» спросил Арман, вытирая слезы. И на полянке появились маленькие лесные обитатели. Им было интересно, что привело такого маленького мальчика в лесную чащу и почему он плачет. Увидев любопытных зверушек, Арман перестал плакать, достал мамину лепешку и угостил ею маленьких лесных обитателей. Он рассказал им свою историю, и зверушки пообещали ему помочь. Утром они усадили Армана мамин платок, а птички подняли его высоко в небо, так высоко, что огромные деревья казались маленькими, да они скоро исчезли под белыми облаками. И, наконец, Арман увидел золотого орла, сидящего на высокой скале. «Знаю, что привело тебя ко мне», обратился к Арману орел. «Возьми этот волшебный камень, он поможет освободить твоих родителей, а я отнесу тебя к ним», сказал орел. «Это то самое сокровище, которое все ищут», спросил Арман. «Нет, это всего лишь волшебный камень, настоящее же сокровище, живое семечко, которое ты посадил рядом с юртой, но всадники об этом не знают». Пока летели, орел рассказал, что из семечка вырастет волшебный подсолнух, который принесет людям счастье. Между тем, на горизонте показался лагерь всадников. Орел сделал круг и опустился на землю, недалеко от лагеря. Арман увидел своих родителей, привязанных к стволу погибшего дерева, и побежал к ним. Однако дорогу ему преградили три злодея, появившиеся, как из-под земли. «А ты как здесь оказался, негодный мальчишка?» спросил главный злодей. Вместо ответа Арман протянуло им волшебный камень, завернутый в платок. «Возьмите это и отпустите моих родителей», сказал он. Увидев драгоценный камень, злодеи замерли, очарованные его сиянием. Они были уверены, что этот волшебный камень и есть та упавшая звезда, которую они искали. Тогда два других разбойника бросились отбирать камень, и началась драка. Между тем сияние камня становилось все ярче и ярче, а схватка все яростнее. И, наконец, прогремел оглушительный взрыв. А когда клубы дыма рассеялись, оказалось, что злодеи исчезли, как будто их не было. Арман отыскал траве волшебный камень, который снова излучал мягкий голубой свет, и вместе с родителями отправился домой, к подножью великих гор. Вернувшись, они привели в порядок юрту и стали жить, как раньше. Отец спас овец, а мама хлопотала по хозяйству. Арман играл свои любимые игры и, конечно, помогал родителям. Однажды на пороге юрты появилась слепая старушка с маленькой девочкой. Старушка попросила пустить их переночевать, и родители Армана пригласили путников в юрту. На расспросы, кто они и что привело их в их края, старушка молвила, горе и нужда привели нас к вашему порогу, ведь ни крова, ни близких людей у нас больше нет. Весь аул наш сожгли иноземцы. И в живых из нашего рода остались только мы с внучкой, вот и скитаемся по свету в поисках ночлега и пропитания. «Слава Богу! Мир не без добрых людей!» закончила свой рассказ старушка. Папа, мама и Арман переглянулись и решили предложить старушке ее внучке остаться у них жить. И те с радостью согласились. А еще Арман подарил свой драгоценный камень. Быть может, его волшебная сила принесет счастье и им? Как только руки старушки коснулись камня, камень вдруг вспыхнул голубым светом и случилось чудо. Спустя много лет зрение вернулось к ней. Не помня себя, от счастья бабушка и внучка крепко обняли друг друга. Но на этом чудеса не закончились. Однажды летним солнечным днем дети побежали туда, где когда-то Арман посадил волшебное семечко. И, о чудо! На том самом месте вырос огромный, красивый, похожий на солнце, волшебный подсолнух. Он раскинул свои золотистые лепестки, давая надежду на жизнь, радость и счастье всем людям, живущим на земле. Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok